Руки это самая открытая часть тела. Мощные руки вызывают уважение и симпатию, а также возбуждают большинство девушек. Я запускаю двухнедельный марафон по прокачке рук. Программы будут как для дома, так для зала, так и для улицы. Приглашаю каждого из вас присоединиться к этому незабываемому событию. Прогресс будет у каждого. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня хороший денек, 27 градусов на улице. И сегодня мы пойдем на море. Будем тренить, будет круто. Покажу, сколько я выхода в силу и могу сделать за раз. Интересно? Полетели. Короче, как вы знаете, я учился на учителе английского. И мне нужно было вот в этом году сдавать магистрский экзамен. Я все остальное сдал, а магистрский экзамен не сдал. И, значит, мне приходит сообщение, что так как вы не сдали магистрский экзамен, вам нужно будет заплатить 800 евро за то, чтобы заново сдать. Я такой думаю, да ну вас нафиг. И забрал документы. Как говорится, успешные люди учителями не работают, правда? Успешные люди открывают бизнес. А какой бизнес открыть? Я не знаю. Короче, перед тем, как поехать в Усть-Нарву с Женьком, приехал мой однокурсник и стал меня отговаривать, чтобы я забрал заявление обратно. Напишите в комментариях, как считаете, нужно забирать заявление и платить 800 евро, чтобы сдать экзамены, и там еще один предмет надо пройти. Или не нужно все-таки? Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Успешные люди не должны работать учителем английского, согласен? Женек согласен, я тоже. Женек видеооператор. Приехали на турнички, Леха упал. Плохо. Вот, сейчас сделаю, попробую максимум выходов силой. Я их вообще не тренирую, но посмотрим, какой результат будет. Я думаю... Ну, они не чистые, короче, будут. Не все чистые. Начну с чистых и закончу кривыми. Думаю, раз 10-100% сделаю. Друзья, пишите в комментариях, сколько делаете выходов силой, и можете ли вы делать идеально чистые, без раскачки. Лёшка. Ребята, я увидел на канале у какого-то гимнаста или кого-то прикольное упражнение, там маленькие дети делали. Сейчас с Женьком тоже попробуем. Задача, мне вот тут подтянуться, на этой стороне, а Женьку вот тут. И надо через верх дать 5 будет. Давайте попробуем. Дай 5, бро! Йоу, нига! Давай. Давай, Андрей. Хорош. Раз, два. Раз, два. Интересно. Давай левый. Давай левый. Нет? Давай левый. Раз, два. Опа! Чётко было. Женёк выиграл, блин, я слетел. Тут очень скользкие эти брусья и турники. Я ногтём ударился. Ну да, тут. Но довольно интересно, согласительно. Это называется подтягиваемый просто... Да опять бро! С Лавой попробуем левыми руками, но так же, как с Женьком. Мы с ним правыми, а сейчас с левыми попробуем. Не знаю, может сложнее будет, может нет. Посмотрим. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, я не могу. Меня в сторону шатает. Сейчас делаем со Славой зарубу по подтягиваниям. Я буду делать в два раза больше, хоть я и вчера суперсет свой делал. Вот помните, да, жёсткий с резиной. Но всё равно, попробую в два раза больше, чем он сделает. Давайте, полетели. Раз, два, три. Ебаш. Девять. Десять. Двенадцать. Ещё сделаешь два, три. Нет, всё нафиг. Нет? Двенадцать. Даже дышать не могу нормально. У меня ещё мозоли очень сильно болят. Двадцать шесть. Хорошо, что я не выбрал в три раза больше. В два достаточно. Но сложно шло. Сколько у тебя вес сейчас? Семьдесят один с половиной где-то. А, ну у нас, короче, вес одинаковый. На тебе... У тебя просто вес, смотри. У меня больше мышцы, да? А у тебя, скорее всего, больше костная ткань весит. И жир. То есть у тебя есть жир? Покажи жир. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но есть всё равно жирок. Вот. А у меня больше мышечная масса. Но вот видите, как может различаться вес? Хотя, блин, мышц гораздо больше, а вес одинаковый. То есть непонятная система, схема. Сейчас идём, короче, прыгать. Будем купаться. Жаришка, очень жарко. Тренись в такой погоде очень сложно. Ох, блин, какие все жирные на пляжу. Мы тут одни спортсмены просто на всём пляжу. Чё, тёплая вода, нет? Ты уже купаешь? О, да, тёпленькая, слушай. Еее. Как-то резко, ребят, волны нагрянули. Не было волны, резко так бум, как будто прилив. А куда формочки-то? Не бросай. Короче, мы придумали челлендж отжимания в воде. Кто больше отожмёт с Женьком? Давай, раз. Раз, три. Жёстко-вёстко. Жёстко-вёстко. Умно. Жёстко-вёстко. Давай, давай, отнимайся. У меня руки вошли туда прям. У меня половину вообще вот так пролежал. У меня руки в дни ещё просто вошли. Да, у меня тоже тут яблоки. А вот тебе, яблета твоя, блядь, подушка помогала. Я, короче, больше 60 сделал. А я не считал. Крокодилы. Приехали Данёк с Антонио. И сейчас Данёк будет купаться в штанах. Потому что что? Потому что он качок. Что-то они засали нырять. Но сейчас нырнут. Вода тёплая довольно-таки. Если вы хотите научиться делать горизонт, то тренируйте его в воде. Возможно, это вам поможет сделать его на суше. Потому что в воде гораздо легче и мышцы адаптируются. В общем, мы никогда не должны сгибать вот эти вот части. Они должны быть всегда выпрямлены. Локтевой сустав должен быть всегда выпрямлен. И горизонт нельзя делать через прогнутую поясницу. Надо делать горбик. И далее. Блин, у меня вода набралась штаны. Мне тяжело сейчас. Ладно. Ну, для меня облегчённо будет делать горизонт в кулаках. В общем, я погнал. Настоящий горизонт мужика. Смотри, не провали. Чисто стою на выпрямленных руках. Вот так и тренируем его. В воде огонь. Синтел. Синтел. Ну и всё, друзья. Мы назагорались, накупались. И, короче, хавать пойдём. Потому что мы ничего не взяли. Женьку сейчас на треню. И он голодный. Может умереть. Да, Женёк? Не, умереть не могу. Ну, короче, начнётся катаболизм. Катаболизм, с одной стороны, это хорошо. И поэтому катаболизм... Всё, всё, спасибо. Всё, друзья. Мы приехали. Похавали шабухи. Заехали. И хорошо вообще зашло. Отлично. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока.